По стратегам, те люди, которые ставят тактические задачи своим игрокам, это главные тренеры Марко Торо, в традиционных синий-черных цветах. Представляю вам составы играющих команд, но давайте посмотрим, впрочем, вот эту первую атаку Ювентуса. Индзаги пасует направо, Дзамбротто, прострел, Вандерсар, первый номер, пятый номер, Тудор, тринадцатый, Юлиано, четвертый, Монтеро, седьмой, Песотто, двадцать, Интер, Тардель, Ледиан, Фрейк, вот первый номер, Терено, двадцать первый, Феррари, пятый, Блан, полузащита, Четвертый, Дзанетти, двадцать третий, Брокки, четырнадцатый, Дибьяджо, восьмой, Юголич, восемнадцатый, Блан, Интер провел на своей базе, под Миланом, наигрывалась двусторонкая связка Рекоба-Шукю. Дело здесь вот в чем, у Вьере обострение старой травмы, которую он получил год назад, посмотрим на вес Зидана, удар слета Филиппо Индзаги. Пока чуть поострее смотрится туринская команда в атаке, но это нормально, Ювенту сегодня хозяин поля, и пусть Фрейк говорит, покажет нам его или нет, но, по крайней мере, вчера он в Милан прилетел и собирался быть на игре, раз он в Италии, значит, на матче точно присутствует. Пока Зидан с мячом тащит его к штрафной, очень здорово играет Зидан, и, может быть, чуть неловко Дель Пьякобу, очень много технического брака на первых минутах, но, возможно, это стоит объяснить слишком большим волнением, которое испытывают футболисты. Туринская команда, и Песотто по левому флангу отправляется вперед, пас на Зинедина Зидана, хороший обмен мяча, Песотто по Вьере. Дибьяджо освободился, но подача пошла в сторону Варана Блана. Один из самых активных пока в средней линии Интера, пас на Юговича, очень неудачная передача французского полузащитника. Зидан, и теперь же Дан Замброт ищет партнеров, нашел Зидана, вот здесь давит совершение на спутниковом телевидении, существовало. Скандальный матч 98-го года, Ювентус когда стал пока в последний раз чемпионом Италии, гол, как потом выяснил, атаки Ювентуса, Дель Пьеро, мягкий заброс мяча, Инзаги, опасный момент, и Зидан не целую неделю болел тяжелым гриппом, и под вопросом было его участие в сегодняшнем матче, но все-таки антибиотики, видимо, сделали свое дело. Индзе неделю высокой температуры сложно, в общем-то, чувствовать себя в своей тарелке, и пока Зидан не очень заметен ни одного удара, ни одного коронного такого проникающего паса из глубины Зидана своим нападающим. Атака острая получилась, и опять-таки с левого фланга она пошла, то есть с правого фланга обороны. Возвращение в большой футбол стоит повременить, дабы не рисковать его здоровьем. По мнению врачей, с большим нагрузком. Но вот решили не рисковать главный тренер сборной Бразилии Интера, так что Рональдо пока в качестве зрителя находится в Италии. Обороняющаяся команда Монтеро, быстрый пас вперед, упал Зидан, и заработал, по-моему, штрафной удар. К францам обращаясь, судья матча показывает, что нужно было... Во многих клубах поиграл в Фиорентине. Уверен в себе Интер. Это чувствуется по тому, как действуют футболисты. Зидан. Токенарди, навес. Еще одна интересная деталь, которая подчеркивает, насколько огромный интерес вызывает этот матч не только в Италии, но и во всем мире. Смотрит этот очень упорный матч, в котором ни одной из команд равна игра забитых те или другие ворота. Возможности есть для взятия ворот и у Интера, и у Ювентуса. Посмотрим, кого больше повезет. Зидан. Стопот Замбротто на правом фланге совершенно свободно получает мяч. В эпизоде с едва не состоявшимся выходом Дельбьеро один на один упустил я, за что Югу и Чугали горчичник. Успокаивает опытного югославского. Но ничего страшного. Зидан. Токенарди. Опять. Вот привезут они себе как рано или поздно гол. Не хочу. Высчитываю. Ну, Тардельли и Блану виднее. С коллегами не на денежную сумму, а так на интерес. Сказав, что, на мой взгляд, года через два-три при всем благополучии. Ну, есть объяснение, вот сами футболисты Интер объясняют, почему с домашними матчами у них такие проблемы. Достаточно серьезная истерика наблюдается вот этого, по словам Рякова. Игроки начинают, естественно, еще больше нервничать, торопиться и допускать гораздо больше, большее количество браков. Вот подарок Себастья. Остался от Юговича по ногам. Очень красиво Дель Пьеро. Зидан слишком красиво. И не тактично по отношению к футболистам. Дель Пьеро. Хороший пас, Зидан. Чисто в мяч сыгранных. Какой удар! Чуточку был, конечно, вне игры Дель Пьеро. С этим не поспоришь, но... Поняли они друг друга с Вандер Саром. И Альваро Рекоба, будь чуть попроворнее, мог наказать туринскую оборону за такую оплошность. И тут же оказался Бьере, и тут же последовал его опасный удар. Более... И напомню вам, что Себастьян Фрей перед матчем говорил о том, что играть с Ювентусом на контр-атаках не очень подходило. После углового в исполнении Зидана, напомню, состав туринцев оставлял мяч Дель Пьеро. Туринцы могут со спокойной совестью сосредоточить свои действия на обороне и играть в свой любимый футбол. Вот он, атакующий, с акцентом на строгие внимательные действия, прежде всего, в оборонительной линии. Над Замбротто, если помягче, то он выполнен пас и не так в сторону, и не так в край. Вот защитника Феррари, который, помешатель Заги, не сумел 2-0 пережить этот очень тяжелый психологический удар, когда, вроде бы, все так здорово складывалось, да и тайм, как Винтер второй начал неплохо. Создац будет играть строго на контр-атаках, раскрываться в команде Челоти себе никакого смысла. Вот такие коротенькие передачи без особого продвижения вперед. Зидан и, в общем-то, ненужный пас на открывание от Ромы, сыгравший сегодня мяч из Перуджи 2-2 до 4 очков. Команда, если выиграет все матчи, а разрыв всего лишь 4. Да, у Интера в обороне явная проблема, и это так. Команда, претендующая на звание суперклуба и являющаяся суперклубом. Команда, претендующая на звание суперклуба и являющаяся суперклубом. В атаке упал «Интер» этого трансфера, обсуждают журналисты. «Несто» стоит порядка 70 миллионов долларов. За меньшую сумму «Краньотти» хозяин «Латсо» отпускать «Несто» не собирается. Но поскольку «Латсо» уже практически подписал контракт с «Фабио» к «Навару», тоже не готов покинуть Италию, готов покинуть «Ювентус». Однако он очень дорого стоит. От тех денег, которые просит с него «Ювентус», «Ничел» попал в ногу игрока «Интера». «Зидан» подает угловой в глубину штрафной площади. Там один лишь «Ничелс» и «Арсенал» такую зарплату платить не хочет. А вот «Манчестер» сказал, что он готов пойти на такие расходы. Поэтому вариант с «Манчестером» рассматривается сейчас как один из самых... Естественно, что «Давец» все-таки для середины поля ключевая фигура. И здесь ту, где такого классного опорного «Хавдюга» еще найдешь. «Ювентус» в атаке. «Песотто» пас на «Адель Пьеру». «Зидан» очень тихо на трибунах. Стадия «Дели Альпи». Вот только самые активные. «Тифози» запели гимн «Ваславу». 15 минут после ничьей, который добился «Интер» на своем поле свеченцы в предыдущем туре. Марко Тарделли сказал, что это не тот «Интер», который я хотел бы видеть. «Интер», который вышел на второй тайм. Да нет, вышел-то он хороший «Интер» на второй тайм. Но что случилось с командой после... Ну, я честно сказать, что просто не на выезде у «Реджины». Кстати говоря, дубль сделал Эрнан Креспо. «Лацо» не так уж сильно отстает от «Ка». А играть, я повторяю, еще 8 туров это очень много. А «Де Лацо» еще больше. В Турине. Ну, не может же она действительно вечно выигрывать. Без падов не обходится ни одна команда. Но, правда, по одной ничьей с «Пьеруджи», наверное, судить о кризе. В яму ли попал Рома, или это просто, так сказать, несчастный случай. Это самая ничья. «Зидан» покидает поле. И «Антонио Конто» выходит под 8-0. В первом составе «Ювер»